Продолжение следует... Главную установят на острове Татышев. Однако, как именно скорректируют работу новогодних площадок, пока не сообщается. Напомню, власти некоторых регионов России заявили, что хотят отменить праздничные мероприятия, а сэкономленные деньги направить на поддержку военных. Инспекторы ДПС нашли водителя Субару, который устроил серьёзную аварию на улице Краснодарской. Вечером 16 октября автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в забор. Тогда из машины на ходу вылетел пассажир. Выяснилось, за рулём авто был 19-летний парень, который на месте аварии представился пассажиром. Он сказал, что водитель сбежал. Молодой человек был пьян. Его оштрафовали на 51 300 рублей. Ему также грозит до 15 суток ареста. С улиц Красноярска убрали самокаты компаний «Эко Плюс» и «Бизи Флай». Из-за холодов аккумуляторы быстро разряжаются, поэтому электротранспорта не будет до весны. Единственная кикшеринговая компания, которая продолжает работать, это «ВУЖ». Точные даты ухода на зимовку представители организации не называют. Говорят, будут принимать решения на основании погоды и безопасности. Для реабилитации спасённого в Красноярском крае медведя Диксона строят бассейн в московском зоопарке. Специалисты уже сделали каркас клетки, с помощью которой мишку будут помещать в воду. При этом зоологи смогут находиться в вольере одновременно с Диксоном и наблюдать за ним. У медведя и у зоологов предусмотрены отдельные входы-выходы. Напомню, у хищника парализованы задние лапы после ранений.